На часах 18.00, а это значит вечер во Владимире в прямом эфире. С вами в студии Елена Панина. Здравствуйте. Я приветствую жителей Владимира и Владимирской области. Напоминаю, что все наши программы вы также можете смотреть на нашем сайте www.variant-rv.ru и в нашем телеграм-канале телеканал «Вариант». Ну а прямо сейчас я рада приветствовать в нашей студии главного редактора газеты «Владимирские ведомости» Юлию Гущину. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте, Елена, и здравствуйте, телезрители. Итак, в четверг в эксклюзивном выпуске газеты. Четверг, 7 июля, накануне Большого праздника Дня Семьи, Любви и Верности, у нас обилие приятных семейных, в том числе и детских, тем. И три подготовила к анонсу. Начну с большого репортажа от Алины Фадеевой, которая съездила в Кольчугинский район, непосредственно в город Кольчугина, и подготовила репортаж о закрытии театрального сезона Кольчугинской ассоциации театров. Пообщалась с ребятами, пообщалась с режиссером этого театра, это ассоциацией театров Александром Рыжовым, и вообще рассказывает, откуда идеи. Ну, идеи на самом деле больше 120 лет в этом году идеи театров, и даже легендами уже обросла эта идея. И непосредственно сама театральная жизнь в Кольчугине, вот 100-летний юбилей у нее в этом году. Ну и, конечно, мы не могли пройти мимо этой даты. И очень интересный материал с ребятами. Алина приняла участие в общении, в репетиции самого этого мероприятия и постановки. Потому что, ну, пообщаться непосредственно, когда идет сам спектакль, сложнее, да, и побыть за кулиси, чем когда идет репетиция. Поэтому в редакции было принято решение, что Алина едет именно на репетицию. Очень живые эмоции ребят. Такой разновозрастный состав. И чем только ребятами занимаются, практически там уже практически профессионально. И, как говорит режиссер, школьные каникулы каникулами. А вот в театре каникул нет, мы, по сути, готовимся к следующему театральному сезону. И начинаем уже репетировать какие-то постановки, начинают готовить костюмы, декорации. И вот такой творческий процесс не прекращается, по сути, даже летом. Но, наверное, это и хорошо. Да, детям нужно чем-то заниматься. Это, я думаю, что точно, однозначно интереснее, чем просто где-то вот во дворе болтаться и по жаре непонятно, что делать. Очень интересные живые эмоции и достаточно прям такой калейдоскоп мнения от ребят, позитивные эмоции. Я думаю, что будет нашим читателям очень интересно. Подробности в номере, а я перейду к следующей теме. Продолжаем наш большой проект «Поэзия усадеб». Несмотря на то, что достаточно трудоемко, это не во Владимире приходится выезжать. Это очень сложно для коллектива, при том, что у нас, конечно, присутствует водитель в штате, но он один. Он практически не вылезает от усадеб. Ну, слушайте, и для читателей сложно, потому что надо успеть все посетить по стопам. Да, но у нас три недели подряд был Собинский район. И, в принципе, те, кто там пропустил что-то, можно охватить одной поездкой в Собинский район, несколько усадеб. Ну, у нас, наверное, здесь самые осведомленные об усадьбах нашей области. Наш водитель Сергей, который ездит со всеми корреспондентами, потому что корреспонденты меняются. Сергей у нас в этом случае постоянный. И репортаж от Александра Известкова, который подготовил такой большой двухполосный материал об усадьбе в селе Растислова Юрьевпольского района. Я, на самом деле, даже не знала существования, честно скажу. И, оказывается, сохранен вообще усадебный дом. В настоящее время там находится специализированная школа-интернат, общеобразовательная, коррекционная. И в связи с тем, что все-таки хозяин присутствует, само здание усадебное сохранилось. Очень красивая территория. Каскад прудов сохранилась, аллея очень красивая. И сейчас, когда такая погода благодатная, и вот это все зеленью благоухает, самое, наверное, время отправиться в путешествие. И, кстати, именно эта усадьба, если ехать в Растислова, то путь будет как раз лежать через Светинино, через Алепино. И, то есть, тут можно тоже несколько точек проложить с помощью нашего проекта и погрузиться в историю усадьбы с конца 18 века. Начало свое летоисчисление. Ее построил отставной драгунский офицер Андрей Кузьмин Караваев. А впоследствии его дочь Елизавета вышла замуж за графа Апраксина. И усадьба уже стала носить имя графа Апраксина. Но, на самом деле, основатель этой усадьбы немного другой, а именно вот этот драгунский офицер. И большое количество фотографий. Мы, как обычно, стараемся в такие двухполосные материалы вкладывать. И есть фотографии исторически, как выглядела усадьба, когда еще была в целости сохранность вот в таком она виде. Ну и вот нынешнее ее состояние. И все беды и чаяния директора этой школы-интернаты, которая, по сути, объект культурного наследия. Там ни окна не поменяешь, ни косметический ремонт без инспекции по охране культурного наследия не сделаешь. Но, тем не менее, это позволяет содержать хотя бы в каком-то надлежащем виде это историческое здание. Буквально меньше минуты остается, поэтому давайте успеем еще. И меньше минуты уделю внимание семейной теме. Накануне Дня семьи, любви и верности мы выходим. Поэтому у нас есть такое тройное интервью с семьей Колотовкиных. Совершенно случайно с ним познакомилась. Пришло письмо из Музея Победы об участии наших ребят в мероприятии этого музея. И вот два брата, Тимофей и Георгий Колотовкин, которые приняли участие и выиграли конкурс от Музея Победы. Меня очень заинтересовали. Я нашла Георгия в ВКонтакте, мы с ним списались. Оказывается, он увлекается журналистикой. И вообще они коренные москвичи, но живут в Березниках, в Собинском районе. А вот все подробности этой интересной встречи. Очень уникальная семья. Настолько меня вдохновили на собственные какие-то мысли и проекты. И мы с ними решили дружить, так скажем, домами. И что из этого получится уже в ближайшем будущем? А интервью у нас в газете в четверг. Ну что ж, с нетерпением ждем выпуск. А я напоминаю, что нашей гостью сегодня главный редактор газеты «Владимирские ведомости» Юлия Гущина. Юлия, спасибо вам. Спасибо, Елена. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok